всем большой привет посмотрите какую красоту мы будем с вами учиться плести сегодня увидела эту косу у олечки в инстаграме я вам сейчас покажу оригинал и дам контакты на инстаграм просто шикарнейшая коса я прям загорелась ею мне так захотелось и повторить и решила поделиться с вами вот этот оригинал это красотища и будем сейчас повторять пробовать эту косу и для начала нам нужно отмерить ленты ленты я складываю пополам отмеряю длину нашей косы оставляя по 20 сантиметров еще плюс на закреп и внизу на бантик ленты отмерили складываем их одну на одну закалываем зажимчиком затем я беру жидкий шелк и прорабатываю все волосы буквально две капельки и так отделяем зону челки аж до макушки таким треугольником берем наши ленточки смотрим красная у нас будет слева самая первая значит она должна быть сверху и вот так вот переворачиваем сейчас вы поймете переворачиваем наши ленты и аккуратненько завязываем резиночкой ленты сразу лучше распределить в том порядке в котором вы хотите то есть у меня красный идет потом розовый потом светло розовый и так далее до фиолетового вот мы завязали освобождаем наши ленточки и распределяем их по резиночке как веер чтобы не было видно резинки и у нас было красивое начало такое чтобы все ленты выходили из одной точки вот так вот распределили хорошо дальше отделяем первую нашу прядку можно ее отделить до самих лент можно если волосы густые сделать так как я не до конца отделять прядку чтобы она не была толстая слишком все наши прядки примерно должны быть одинаковые по толщине и так начинаем плести берем первую ленту красную кладем на прядь и перекручиваем ее вокруг прядки вот так вот как вы видите так мы и делаем можно ее зажать аж до самого начала ленты а можно немножко сделать отступ чтобы у нас было красивое начало из одной точки таким веером у нас были ленты поэтому я не затягиваю ленты до самого конца а немножко вот так их послабляю это будет только первый ряд такой следующий ряд у нас будет плотно затягиваться каждая ленточка и как вы поняли мы каждой ленточкой обкручиваем эту нашу прядь пока они не закончатся нам удобно мы уже расположили все ленты по порядку и теперь остается только их перекрутить в левой руке я держу все закрученные на прядь ленты а в правой руке те ленты которые еще нужно закрутить и главное когда вы ленточку закручиваете левой рукой вы ее возле прядки держите чтобы она у вас не болталась и вот первый ряд готов мы сделали вот таким вот полукругом это делать необязательно просто мне кажется что-то красивее будет итак дальше отделяем прядку справа первую прядку мы закололи чтобы не мешало отделяем прядку справа тоже стараемся отделить ее похожей толщины хорошо натягиваем прядку это обязательно чтобы у вас подхват и не болтались и начинаем обкручивать так же ленточкой только обкручиваем уже в другую сторону и слева мы ленточку клали на прядь и выводили ее справа когда мы добавляем прядь справа то ленточку мы кладем на прядь и выводим ее слева и хорошо затягиваем прядь очень хорошо держим большим и указательным пальцем прядку а остальными пальчиками ленту держим вот так берем следующую ленту тоже обкручиваем нашу прядку хорошо ленту зажимаем затягивая вот так вот не забываем держать чтобы у нас прядка не уползала и хорошо держим туго и опять закололи идем дальше слева отделяем прядку также стараемся по толщине угадать хорошо ее натягиваем и начинаем опять проплетать наши ленты с теми прядками что мы закалываем мы пока не работаем они у нас просто там дожидаются своего часа сейчас я немного про плиту и расскажу что мы будем с ними делать и и и смотрите если волосы густые можно не до ленточек брать прядки выделять подхваты если волосы тоненькие не сильно густые то мы отделяем прядку подхват наш смотрите вот так вот до ленточки вот до ленточки отделяем не не ходи не заходите под ленточку потому что вы тогда не сможете хорошо затянуть и у вас там где будут ленты коса сожмется то есть будет сложно сделать равномерно эти все ленты когда вы немножко проплели хорошо вот так позатягивайте ваши прядки можно их зафиксировать лаком можно работать сразу с лаком то есть вы хорошо натягиваете прядку фиксируете лаком он в таком положении остывает и в принципе прядь уже не должна обратно вылазить подхват ваш и вот так вот работа это не быстро а каждую ленточку обернуть это на видео я просто ускоряю потому что это нудно но результат очень красивый прям уж настроение подымается когда плетешь такую косу красивенную и вот мы плетем 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 и следим у нас появилось четыре прядки значит самую первую самую верхнюю можно уже начинать вплетать мы отделяем опять подхват хорошо его натягиваем а наше упрямление прядку мы вот так вот послабляем немножко такой мини лайфхак затем обкручиваем ленточкой при этом натягиваем нашу первую прядку и вот так хорошо затягиваем почему я так делаю потому что когда вы обкрутите всеми ленточками эту прядку и захотите ее подтянуть то если вы изначально не послабили ту нашу верхнюю прядку вы можете натолкнуться на такую беду что подхват не подтянется а будет подтягиваться вместе с той прядкой и у вас ничего не получится то есть вы только расстроить давайте еще раз теперь у нас слева появилось четыре прядки верхнюю забираем три прядки нижних закалываем верхнюю смазываем кремом гелем чем вы работаете берем подхват подхват я тоже пробрызгиваю лаком хорошо его натягиваю натянула а эту прядку немножко послабила и начинаю проплетать ленты и еще очень важно почему вначале натягивать чтобы не было потом петухов если вы начнете слабо просто перекручивать ленточки и прядь у вас будет так свисать и вы потом захотите ее подтянуть то сами понимаете что там будут петухи у вас на той пряди поэтому все нужно делать изначально аккуратно ну вот собственно так мы и будем делать всю нашу косу теперь мы знаем уже что мы каждому подхвату теперь еще добавляем верхние пряди и у нас получается такой рыбий хвост радужный и плетем косу нашу до конца я немножко ускорю чтобы вам было не так скучно так что приятного просмотра а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Одну за одной в руку положили И завязали хвостиком Ой, резиночкой Хвостиком Так, дальше косу мы подрастягиваем, если хотите Насколько хотите растягивайте Главное, чтобы она была у вас как ровная Не было там, одна прядь больше торчит, другая меньше В конце я просто прорабатываю лаком Если есть какие-то петухи, вот так вот убираю кончиком Хвостиком расчески Если вот так вот торчит прядка, можно ее подтянуть И зафиксировала все лаком Из оставшихся ленточек я делаю такой вот бантик И вот наша коса красавица готова Такое радужное настроение вам осенью Не знаю, какая у вас сейчас погода У нас дожди И эта коса для меня прям спасение такое Очень приятно было ее делать Спасибо Оле еще раз за то, что она это сделала И вдохновила меня Надеюсь, вам понравилось это видео Если так, то пожалуйста, поставьте пальчики вверх Если вы еще не подписаны, то обязательно подпишитесь на мой канал У меня часто выходят видео И интересные прически Зайдите, посмотрите Надеюсь, я тоже подняла вам настроение этим видео Желаю вам всем хорошего дня И до следующего видео Пока-пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok